21-й дом в Новопокровском. Это в 30 километрах от Балашова. Когда в этом дворе последний раз видели жильцов, соседи уже и не помнят. Здесь даже скворечник пустует. Лачугу приобрела молодая семья. Москвичка хотела воспользоваться материнским капиталом. Правда, переезжать из столицы в глушь отказалась. Договорилась с подругой и ипотечным брокером о покупке. За процент. В последний момент в сделку вмешались правоохранители. С помощью соучастника преступления, выполняющего роль посредника, женщина заключила договор займа на сумму 453 тысячи рублей с ипотечным агентством, где работала еще одна из членов преступной группы. В дальнейшем был приобретен дом в селе Новопокровское Балашовского района. Оставшиеся деньги запланировано было распределить между всеми участниками группы. По словам полицейских, подобные схемы мошенничества встречаются не часто. Тем не менее, обналичивать пособия мамочки стараются именно в глухих селах. Считают, что так больше шансов получить деньги. В Подвольском, в деревне у местных жителей даже документы с собой наготове. Чтобы аферы не проводили, ревизоры проверяют дома. Да мне по барабану вообще где обналичивать. Я просто главное, чтобы все документы были. Есть сертификат, есть на нем большие деньги. Мне нужна наличка. Я понимаю. Да, сколько вы возьмете за это? 2% нормальной от суммы. Это сколько будет? Вы мне объясните, я вообще в процентах плохо понимаю. В возникновении сомнений в законности и обоснованности такой сделки территориальными органами пенсионного фонда направляются запросы в межведомственные комиссии. Эта межведомственная комиссия выходит на проверку жилого помещения, по результатам которой составляется акт обследования и выносится заключение о пригодности либо непригодности к проживанию. Мамочку из Москвы и ее подельников в итоге осудили. Троицы дали по 8 месяцев. Правда, условно. Формальная избушка принадлежит теперь ей. Правда, согласится ли осужденная в нее переезжать? Большой вопрос. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24.